ну смотрите опля моя рычит целуются через сетку москитную вы выдаёте так смотрите наш жених пришел и они вообще не боится никому служить и такие молодцы они тут играются покусывают друг друга такие типа не знаю друг друга он голодный наверно опять слушайте вот так вот мы и живем здесь давно вам девочка не показывала послушайте вот это хлеб вот написано хлеб по-старинному да альянсена здесь только вода соль совсем мало дрожжей пол чайной ложки и мука мука причем там добавляется только 40 граммов цельно зерновой остальная какая-то мука ну вот у меня второго первого второго второго сорта по моему мне мука т-65 я бы чуть вытащила я забыла поставить винты в машину представляете вчера пекла свой черный хлеб и потом уже разгребала муку вставляла в винты они там приклеились ну и мне что-то он вообще внешне не нравится он не очень сильно поднялся вот ему еще чуть-чуть надо полежать потом буду резать но я туда уже от себя добавила грамм 50 60 семечек я чуть-чуть поджарила но подсолнечника вот вообще должен быть вкусный хлеб но такой вот маленькая себе вчера девочка выпекала на мой бородинский хлеб послушайте я приловчилась его печь на ржаной муки и на муки к цельно зерновой пшеничный здесь у меня конечно же есть мальт здесь у меня есть патока вот вообще хлеб обалденный получается вот он мне больше нравится чем я когда пекла какую-нибудь там брала муку там второго третьего сорта и потом немножко этой ржаной муки и патока и здесь патока и здесь уксус сахар соль и вот этот мальт я завариваю сначала и потом только это добавляю в машину и все остальное вот очень хороший хлеб это у меня здесь лежит я его буду резать на лусточки а потом вот так вот на половину лусточек перекладываю пергаментной бумагой вам показывал да и замораживаю его мне его хватает на очень долго так как я хлеба очень мало ем но этот тоже хлеб я конечно буду это немножко может быть и под заморожен себе пару кусочек если мне понравится то что мальдис есть хлеб он любит хлеб сухой но такой завтрашний послезавтрашний это принципе полезно для здоровья я не люблю я люблю хлеб свежий и еще к тому же и поджаренный вот моих моих либо замечательную вот эта девочка это вообще это мой шедевр вообще любимый надо перезаказывать мне этот мальт я его дорого покупала на его из германии присылали во франции его просто нет потому что это вообще здесь не традиция вкуснятия пахнет как вы не представляете вот смотрите целый урожай я маленький один съела еще поменьше такой что-то он горьковатый был а так вот я снимала несколько огурчиков не были горько девочки все эти урожай сейчас будете хохотать вы там ветрами себе небось собираются а для меня это прям урожающее сейчас пойду в этот в огород там алис пошел подвязывать томаты вот а я пойду себе не собираю там на должны быть томаты черри назреть сделаю себе вечером салат огурцы опять переросли он один огурчик у меня вторую вижу но это маленькая до корнишона их нужно вот такими снимать вот малюсенькими видите я приду их нету опять приду уже переросли вот огурец у нас такой уже можно снять связь сегодня видите кто-то покоцал мне все мои огуречники ой ну девочки им очень жарко здесь конечно там никто-то писал у вас огурцы неправильной формы вот если они вот тонкие посередине там чего-то не хватает или еще что девочка чем не хватает тут все им хватает просто им очень жарко у нас здесь не выращивают огурцы это вообще мои первые огурцы можно сказать поэтому уж какие есть но здесь вот уже будет большое семя конечно сейчас это на аккуратненько сниму я прошлый раз поколола пальцы они такие смотрите какие они колючие прям вообще колючие колючие а вот этот нет эти огурчики гладкие которые длинные вот эти они должны быть длиннющие огурцы ну вот не растут они у нас длиннющими вот базилики у меня тут нарастают вот и хорошо взялся так он тяжело шел какой-то был пожелтевший но у нас вот такие сорты базилика девочки видите вот начинает свистеть это нужно снимать как я вам показывала да если хотите чтобы разрастался кустик так вот не очень низко обрываем над новыми листочками а это девочки это вот называется базилик марсиев марсельский видите у него такие маленькие листочки у меня он однажды был вообще таким полудеревом вырос может быть в этом году тоже будет я вот уже весь выстригла он у меня уже перецветал а потом представляете я взяла и забыла выключить воду и вот с этого шланга всю ночь стекла вода и он с этого раза пошел когда мне питался думает что делать что делать нужно расти вот фрезии у меня тут такие неудачные сидят и они сейчас вот это по цветут я девочки выкупаю это обрежу и пересажу туда куда-нибудь это на следующий год и во-первых очень мелко посажены вот ну вот цветет он там желтенькая беленькая так это ж листочек что ты словила кто-то там есть что это такое так это листочек же ты меня испугала а кто там что-то есть там что-то есть с другой стороны слушайте ну вот я уже минут 10 в бассейне согреваюсь типа вода прохладная не закрываем надо сейчас мне положить эту вон накидку она лежит слушайте сидела сидела теперь легла сейчас заснет наверное тенечка легла такая ох ты моя кошка слышишь как у нас сигали поют сигали эти цикады мазета ой не знаю мои хорошие показывать сильно нечего сатать свел ничего у нас нету может быть еще буду там где по розочке перецветать я после того как вот посмотрела подмосковье у моей подружки виртуальные розы так девочки мои розы это все такое вообще это не розы это так просто так просто так так розочки самое интересное в моих розах в моем саду что у меня это все цветет когда у вас еще практически лежит снег вот это вот единственное достояние моего сада так конечно девочки что тут ничего тут нет абсолютно вот поедем на следующей неделе на лаванду с девочками с марис нас повезет все цвело жасмин отцвел все отцвело абсолютно когда эта арка зарастет даже не могу сказать вам может я не знаю может и жасмин с другой стороны еще подсажу посмотрим я в бассейне вода холодная ой посмотрите как наша кошка какая она становится взрослая будет годик скоро нам годик будет 10 августа она у нас такая маломерочка очень хорошая кошечка такая хорошая спокойная такая послушная спать приходит домой потом ночью хочет на улицу ходить да моя красотуля ну что ты сидишь что ты там высматриваешь вот она же что-то видит вы понимаете но это ну так хоть головку повернула хоть фотографировать можно но здесь тура посмотрите они опять здесь боже мой какая любовь шериф ядреси вита вита шериф ты моя девочка боже мой девочка смотрите что делается подкармливаю же этого жениха но так он уже примаком у нас становится моя пришла смотрит он весну я ей подсыпала голодный кот послушайте мне даже его удалось погладить ведь не знаю имя как то на бы они какое-то сложное имя я буду называть его бартоломи моя девочка тоже кушает да молодцы ну вот так вот у нас а вот и а вот и а вот и а вот и да это мои друзья доброе утро сегодня 26 июня 2022 года у меня в этом году так цветет бургмансе это просто вот какая-то сказка посмотрите сколько колоколов сейчас запах стоит на террасе конечно ума помрачительный потому что она же раскрывается вечером это ночная красавица вот а ипомея у меня цвета и сбрасывает уже цветочки есть я это у меня впервые это ипомея я даже не знаю будет ли она перецветать будет цвести все лето не могу ничего сказать девочка все увидим по ходу действия но посмотрите какая красоте не сказкой сказать не пером описать вот такие шикарные просто шикарные колокола огромнейшие это все на бургмансе на вы на выброс каждый год я хочу выбросить но вот мы уже два года и не заносим в помещение то есть не вот сюда вот не в комнату меги не в теплицу вот она огромная теперь у нас куда ее заносить хотя я прошлом году и хорошо почекала вот но зимы были свет все очень мягкие поэтому она прекрасно пережила она сбрасывает лист кое-когда я там поливала все эти какая прелесть на она запах от нее конечно очень и очень замечательный а что касается запахов вчера и позавчера позавчера я поливала вот здесь уже раскрывается у нас бель до нью и бель ночная красавица вот у меня она если желтая вот здесь сама она подсеивается вот я даже не знаю откуда она у меня вообще она у нас такая розово-малиновая вот в этом году я ее еще не вижу она как-то вот на одном месте все время у меня подсеивается сама по себе всходит и было у меня ее много но вы знаете так как я ее сама не пересеиваю нигде потому что это еще тот захватчик она видится какие тут одно растение какие тут кустищи вот может быть вот того что повыше будет розовая вот здесь вот тоже очень хорошо пахнет вот здесь вот она вот здесь у меня было много раньше сейчас нету ничего вот так что я выбрал я бросала семечки прошлому прошлой осенью вот сюда ничего не зашло представляется вот так что цветами этими тоже ну вот наша прекрасная гортензия смотрите какая она замечательная цветы на выброс называют об девочка сегодня обход цветы на выброс и те за которыми я вообще не слежу и не ухаживаю ну такое тоже бывает рубрика такая прекрасная да вот эти интересные они когда первый год были вообще они были очень-очень-очень крупные сейчас они конечно измельчали хотя я ее кормлю как остальные поларгую эти гортензии конечно я не это не игнорирую то есть я же ее хотела выбрать сны уж не выбросила вот а я сейчас буду заниматься кефиром и тоже вам сниму хочу сделать сметану да где у девочки пойдемте посмотрим на сейчас вот опять солнце вот это гортензия у меня здесь огромнейшая огромнейшая я покупала как красную я хотела чтобы она была красная но вот она оказалась такой вот насыщен розовой и тоже в этом году очень много цветов и вот с той стороны я хотела ее приснять но не могу потому что если туда спуститься там очень низкая и я ее не вижу все равно она только вот ну снизу шапки открываются тоже представляете сколько вот ее в этом году я буду срезать и буду ставить ее на это на сухие букеты на зиму но она вот понимаете она красная она не меняет цвет весь сезон а потом чуть-чуть может быть выгорит но здесь она в синёчка сидит поэтому ей не выгораются а вообще вот ее шапкой намного больше как обычно бывают и она даже выстаивает у меня потом ну как бы я не связали все эти цветы она стоит у меня всю зиму с этими шапками коричневыми у нас он рыжий ходит кот тут мяукает ну что ты свою невесту ищешь там где ты не хочет она с тобой сегодня играть он видите стоит алё не знает не могу это его имя вернались как ты такая наша вон по деревьям напрыгает вчера разговаривала с соседом опять хозяева уехали я говорю послушайте что есть этот кот я его вчера кормила могут и у него там свет и кракеты на сухой корм и вода на лестнице могут он еще и к нам приходит есть а это новые соседи тоже снизу на молодые молодая пара зали котенка двухмесячного вот я говорю покажется могут покажу назвали его шивас как этот коньяк шивас я говорю ну это я запомню ну что люди играются моя уже пришла в этом на пол седьмого вздрыгнуть так не кусать мою девочку мэгги 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 ну не сильно ты ее боятся коты но такой знаете вот он вроде спокойный такой кот но он такой небоязливый все равно он заходит он в дом заходит послушайте покушать приходит ну моя вон уже улеглась посмотрите на отдых спать-то хочется после ночи да а это такой как у себя дома я говорю ну вот таких котов можно адаптировать я вчера мужу говорила и они что-то их никогда нету кот этот один на улицу ходит я говорю я бы его адаптировала морис не надо они же вы не выкинули я говорю не только не выкинули все равно кот спит на улице вот они опять уехали он опять где-то на улице спал вот моя поэтому может моя ночью и просится на улицу гулять но сегодня я в три часа отпустила но у меня отключился телефон это я даже не видел сколько три часа стараюсь и так часиков пяти выпускать ну такие бы не интересные коты что уже даже собака за вами не святой не хочет с вами ага там попил сюда пришел попил молодец чувствую себя как дома прям очок ты наш он так думает по моих мануазеты друг появился но они так чуть-чуть покусываются конечно но это не так играют на на правда девочки он хвост и у нас тут только рыжие я немножко на тик ток снимаю котов на очень хорошо на тик токе у меня идут котики лучше чем цветочки ну думаю ладно будем снимать он смотрите улегся такой ну давайте поглажу давай ну все дается гладить значит уже он меня совсем не боится ну я пошел уже два раза покормила так девочка как и чушь ему меня бояться правда же и вон моя звезду ли а чё то ты сегодня с ним не хочешь играться она за это ревнуешь молодец правильно надо ревновать что скажи тут ходят тут всякие правда же мэгги мэгги там тоже наворачивает круги мэгги что ты ешь что ты нашла мэгги лишь бы только есть что ты нашла что ты на покажи но смотрите порычала еще такая косточку нашла от этого от абрикосы не знаю от чего вот а это милан ела персики абрикосы и бросал здесь эти косточки я вообще запрещаю бросать косточки в огород потому что они потом прорастают я сюда когда приехала везде растут эти дикие персики дикие вишни они же ну не плодоносят все гнилое и только место занимает а знаете когда уже дерево начинает расти жалко же вырывать вот так что между котиками и бругманцы вот такой у нас сегодня начало дня о красавец какой среди моих цветов рыжий ох ты какой так здесь надо тоже но везде тебя отметиться надо я почему не хочу чтобы он домой заходил потому что ну пометят нам чем-нибудь еще это территории в доме только мне этого не хватало я жду малис побежит бегать я жду пока он и убежит потому что я начну съемку сейчас кефиром заниматься и он это будет мне мешать уже стучит всем придет а кроссовки бросят мне что поставить да там это девочки смотрите у меня высохла еще одна роза сама по себе вот я поливала позавчера представляете столько лет сидела и вот и вот так вот это в этом сезоне уже третья роза просто вот высыхает и все на чуть-чуть поцвела же даже в этом году не знаю я вот такие дела все марис вам дышу сейчас вам покажу моего спортивного мужа вот здесь вот еще лили одна зацветает прекрасная она так стоит у меня немножко и не видно но знаете что деле очень красиво растение но я и меня там не дышу на них потому что смысле не дышу ну как бы не вдохновляют они мне очень очень быстро цветают он на красавице лежит но за это на зе . на зе . девочка ну тигруся моя покажись а этот он рыжий черт обошел это территорию нашел свою невесту ну осторожно вот так вот они цепляются друг за друга сейчас смотрите опля видели видели пошли киска и фон сша ну что ты еще и мяукаешь не обижай мне мою ну азет а катыду и брукман сия девочки посмотрите с тварь он не понимает вот этой дуэлью во мне достичь этот день вы думаете дуэль во вае да во и 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 да во ва шили да во че да во ия лао дарны жар даны ю а бекуна за это не Это я Марису рассказываю, что коты кусаются, играют, но такие кусаются, царапаются. Вот такие бандиты два. Вон они там играют. Смотрите, смотрите. Моя улеглась такая, давайте поиграйся. Смотрите, видите, как они играют? Не кусать! Береза? А вот девочка его, береза. Я говорю, кто это? Он говорит, это герой первой какой-то там мировой войны, ну, летчик вроде бы, береза, а я теперь вот, я говорю, запомнить не могу, девочка, для меня это будет береза, ах ты, береза, береза как-то, надо почитать, что правильно произносить, это ж пока я почитаю, правда? У него у хозяева уехали вчера вечером, вот это, и вот он сегодня где-то выспался, вот опять пришел к нам, и это, ну, что делать же ж? Ну, они так, слушайте, играются, но они так покусывают друг друга, конечно. Сейчас собаку выпущу. Береза! Ахетте! Пойду собаку выпущу. Смотрите, у меня тут, видите, уже отцветают, конечно, моя дуболисная гортензия, но она молодец, она красавица, и долго, видите, вот она поменяла цвет. Она же была белая, потом чуть-чуть такая стала, вот такая кремовая, розово-кремовая становится. И потом, вот видите, она такая тоже красивая. Я, кстати, ни разу не пробовала ее засушивать, а надо было, может быть, надо, может, попробовать, правда же? Смотрите, вот здесь вот срезать, сделать такие короткие букеты. Надо попробовать, почему бы и нет. Ну, видите, надо было срезать, вот когда она еще была разных цветов, тогда бы было более интересно. Так она уже вся поменяла цвет. Ну, вот у меня тысячелистник перецветает. Ну, такой какой-то мелкий, его надо высаживать с этой, я никак не найду. Они же, видите, какие, что полыни это, что тысячелистник, они огромные, им нужно найти место на просторе. Ну, вот, может быть, за бассейном, там вот перед душем солнечным место там образовалось. Может быть, там посажу. Что-то у меня так... Так, девчонки, ну что, раз я уже здесь, Смотрите, не успела вам показать, вот уже отцветает вот эта одна лилия такая, вот видите, прям букетная. Вот, и вот эта вот беленькая тоже, такая букетная. Аромат, конечно, стоит очень сильный, очень сильный стоит аромат. Ну, вот лилиями я не сильно восхищаюсь, девочки. Я восхищаюсь их, конечно, красотой. Это безусловно, но они очень мало цветут, может быть, в нашем климате, а цветают очень быстро. Ну, вот они максимум неделю держатся. И все, и потом нужно, вот я уже, вон, видите, я уже пообрезала, вон, детки. И все, и зелень не оставляю, чтобы наращивала луковицу. Вот, и вот это вот, девочки, вот это вот семейство чертополоховых. Видите, как вон красивые голубые шишки. Катые носят, вот тут возле меня вообще, вот им пофиг, что я видео записываю, например. Никакого уважения, правда же, к матери. Смотрите, вот тут будет тоже красавица одна. Вот, а что, девочки, вот у меня мой любимый шалфей. И вот он минимум 2-3 года, вот он сейчас разрастется, это будет очень большой куст. И я в прошлом году себе не начеренковала его. Вот, и потом эти цветоносы обрезаешь, девочки, и черенковала. Но он не принимается в пищу. Я черенковала, они очень хорошо черенкуются, поэтому этой осенью я обязательно черенкану. Вот они молодые, пускай чуть-чуть разрастутся. Вот, а вот это, девочка, растение, вот это, оно собирается тоже всех вот этих гадостей, как и ромашки. Полно вот всех этих вот вредителей сада. Но я сама себе думаю, пускай лучше на них сидят, чем на цветах, правда же. Смотрите, какая тут у меня лебеда. Она у нас вонючая, господи, извините меня за выражение такое неприятное. Вот. Я тут вчера, позавчера немножко поливала. И это, травы-то, травы вырывала. Вот видите, место освободилось. У меня там есть несколько этих циней. Циней, да, циней. Надо подсадить. Хоть на осень будет чуть-чуть сядь за цветочком. Вот мяту у меня тут зацвела, как у хорошей хозяйки. Вот мяту я с этой клумбой вырываю. Ну вот она везде все равно про этого. Проклёвывается. А там вот у меня, смотрите, львины зев. Вот, он даже недавно еще подцветал. Но я его не трогаю, я хочу, чтобы он подсеялся. Ну вот уже у меня шалфет этот прекрасный мой. Вот, гладиолусы, девочки, покупала в прошлом году голубые. Вот, ну вот такой, вот видите, во Франции это вот это называется голубой цвет. Вот, и они мелкие. Послушайте, здесь же удобрения полно. Ну, и они такие мелкие, такие никакие. Эти гладиолусы, вот он еще один здесь, вот растет, смотрите. И у меня там будет пара перед окном, это в нижней спальне. Вот валансия перецветает, но уже, конечно, не те цветы. Ну вот, они такие намного мельче. И такие даже какие-то, ну не такие красивые, торжественные. Смотрите, какой прекрасный тысячелистник. Вот, вот он. Там у него даже есть название. Так, он называется. Ой, друзья, не посмотрю. Терракота, по-моему. Не увижу без очков. Верение садится ужасно. Ну вот, моя хорошая, поэтому эхиноцея в этом году. Посмотрите, какая мелкая. Она же у меня крупная такая, высокая. В этом году, слушайте, ну поливается, удобрения. Все, ни за что в этом году и розы мелкие. Все, все, все. Очень рано пришла жара в этом году. Просто очень рано. Ну это вот бременские музыканты уже. Вот они перецветают второй раз. Была огромная-огромная эта ветка, прям букетная. Ну вот, но я уже их не трогаю. Я буду срезать сразу полностью на букет. Вот. Дерутся катые. Дерутся катые у нас. Ну вот, поцарапаешь ты мне мою красавицу. Но моя тоже добрая лезет к нему. Это такой разлегся, такой лежит. Смотрите на меня. И сейчас засни еще, возьми. Ну вот, видите, это мальчик, ему год и восемь где-то, да? На нашей вот это, восемь месяцев. Видите, она у нас будет маломерка, конечно. Ну и видно же сразу, что мальчик, он такой хоть и худенький, но он такой длинненький. Ну и играется уже, что с вами я сделаю. Только не кусаетесь сильно. Видите, вот как будто бы у меня теперь два кота есть. Атасьон! Вы ж царапаетесь. Девочки, хорошо, что наша кошка стерильная, но он тоже стерильный, я спрашивала у хозяйки. Но здесь все котики стерильные у нас. Иначе бы, девочки, у нас бы тут было рыжих котят, представляете, сколько. С одной стороны, хорошо. Я хотела себе второго кота. Морис вообще категорически против. Ну он был категорически против и против Мэгги. Красил мой муж, когда, смотрите, эти ставни. Выкрасил листочки, и теперь вот так красиво, смотрите. Сиди листочки, сиди цветочки. Камера вообще не передает свет. Вчера был спектакль старшей почерицы, последней, заключительной. Она, ну, заканчивает свою карьеру. Вот, не хочет... Ой, а что-то я тут это... Не хочет она больше это... Свой танцевальный клуб. Ну, такой художественный самодеятельный, скажем. Оставляет себе одну группу взрослых. Ну, там такие взрослые, там девочки, там такие коробушки на сцене. Мы еще раз с Марисейом ржали. Я говорю, я все это... Мы их не видели три года, они переросли вообще все. Ну, там взрослая группа, там такие девочки такие все под сороковник. Ну, сорок даже уже их больше. Знаете, как с возрастом все это. И девчонки-подростки тоже такие, да, все, знаете, такие неуклюжие стали. Ну, все равно Натали посвятила столько лет этому всему. Вот, решила уйти. С малыми больше не справляется. Она одна, понимаете, одна все делает, одна. Поэтому, не знаю, я ее, конечно, не вижу вообще как бы в каком-то другом месте. Ну, послушайте, она решила закончить свою карьеру. Значит, она ее заканчивает. Так вот, это, а что-то я перешла на нее. А, камера. Я говорю, ты фотографа это наняла? Она говорит, нет. Я говорю, ну, я типа пытаюсь сделать фотографию. Говорю, ну, у меня телефон. Вот этот вот Xiaomi, девочки. Сам по себе телефон, он нормальный. Ничего не могу сказать. Но, камера, Г, видео еще берет. А фотографии вообще бы что. Вот. И в темноте он ничего не берет. И, короче, фотографии все размазаны. Абсолютно. Видео я посмотрела несколько видео. Вроде бы чуть-чуть и ничего. Ну, я там старалась только внучку Марису фотографировать больше. Ну, вот, если что, так вырежу из видео. Несколько ей фотографий на память. А так, конечно, я разочарована полностью этой камерой. Вот. А как купить мне Samsung или iPhone осенью? Я не знаю. Я посмотрела, цены 500-600 евро надо. Вот. И это я давно уже столько не зарабатываю на YouTube. То есть, мне, понимать, не то, что столько. Я столько никогда не зарабатывала в месяц, чтобы купить там телефон. Ну, вот. А теперь, чтобы мне купить телефон, мне два года нужно работать. Потому что, ну, заблокировали жили Россию, заблокировали. У меня все русскоязычные меня смотрят. Ну, вот, поэтому я ничего больше не получаю, девочки, на YouTube. Может быть, этим и объясняется, что я перестала так часто снимать. Потому что... Даже не потому, что скажут, ой, Алла, ты такая вся просчитанная. Как тебе не стыдно? Нет, девочки, мне не стыдно. Просто у меня скорость жизни очень, как бы, уменьшена. То есть, я такая стала медленная, черепаха. Вот. Я не могу так быстро снимать, как я раньше снимала. Я не могу больше ночами монтировать. Как я вам ночами монтировала видео. Просто ночами. Я не спала. До свидетелей все мои старые подписчики. Вот. И теперь я уже больше не могу. Уже где-то у меня столько, как бы, скорости. Это и я не успеваю с этой жарой. Я очень страдаю от этой жары. Вот. Поэтому ночи, ночи очень, очень сложные ночи. Не знаю, как пережить. Вот. Поэтому этим объясняется то, что я стала выпускать моно-видео. И вы знаете, что-то, что-то, наверное, все-таки... Не все так просто, понимаете. Я тоже живой человек. Вся эта ситуация в мире меня очень удручает. И не снимается мне вот. Не снимается. Поэтому, когда видео выйдет, значит, у меня был какой-то поэтический этот прорыв. Ну, чтоб невеста твоя убежала. Слушайте, так самое главное, они еще за мной ходят. Вот. Лаванда зацвела, друзья мои. Вот эта лаванда, послушайте, она очень старая. И она всегда какая-то такая была не очень. Ну, вот именно ее я черенковала осенью. Потому что я поздно осенью ее резала. И вот, помните, я черенковала. И она у меня вся взялась. Вот. А черенковала весной лаванда. У меня только три кустика взялось. Помните, мы еще, я, по-моему, в прямом эфире ее черенковала. Вот этот неплохой. Вот они, видно, это не лаванда. Это лавандины, конечно же. И они, видно, что они все разного сорта. Вот. И они немножко по-разному пахнут, конечно. Вот видите, девочка, лавандин, это когда вот есть веточка, цветонос, да. На цветоносе вот еще такая вот вилочка. Вот. И лавандин, лавандин, лавандин на французском. Он намного более ароматнее, то есть он сильнее пахнет. Вот. И он применяется только для ароматизации белья, квартиры, там, допустим, на шкафов и так далее. Но он не применяется для... Он применяется для массажа. Его могут иммунитировать там спазмы мышцы и так далее. Но его не принимают вовнутрь и его не принимают на кожу лица. Вот. А лаванда уже, конечно, кусты более мелкие. Пахнут не так сильно, более нежно, будем говорить так. И мне казалось, что у меня вот здесь вот где-то есть один кустик лаванды. Но самая красивая лаванда, может быть, потому что она молодая. Вот она сейчас вот там вот на дороге у меня растет. Но она совсем другая. Здесь вот тоже все переродилось, видите? Но этим кустам... Здесь же и поливается это лавандан тоже. Но этим кустам, послушайте, им уже, я не знаю, им по 15 лет. Еще спасибо им, что они вообще... Ой, потрогала запаху лаванды мне. Спасибо, что они еще вообще у меня растут. Видите, посмотрите, как тут что расти. Полно у нас, смотрите, сколько. Мелко инжира. Но вот этот вот мелкий инжир, мелкий инжир, это уже для осени он будет. А вот этот инжирчик, послушайте, уже посвидали все эти... Посмотрите, видите, все проклеванное птицами. И осы у нас едят его. Я буквально позавчера собирала штук 5-6. И даже вот было несколько, которые я просто, ну, посмотрела, что они только клюнуты там. Так я отрезала половинку. Вот. Для информации, девочки, инжир, оболочку, кожицу не едим ни в коем случае. Очень много... Такое будет газоображение в желудке, вы даже не представляете. Вот, это мне на завтрак. Я еще не завтракала. Вот, сейчас приду, вот еще здесь вот парочку. Надо собрать, пока не съели. И опять появились эти бабочки, эти серые генералы, я их называю. Они тут летают, слушайте, так неприятно. Они откладывают, вот какие-то из них какие-то жуки, что ли, появляются, не знаю. Ну, да, надо идти мне за этой, за коробочкой и собрать инжир, пока не поздно. А чего, куда шла? Вот, видите, эти бабочки? Вот они вот именно, именно под инжиром. Вот их полно здесь. Один год я даже брызгала, ходила стволы. Вот. Видите, как под соснами ничего не растет? Я говорю, Марису, давай срезаем, накопаем нового этого, осенью, нового чабреца. А он говорит, да, ну, вот это место нужно просто забыть. Я его попрошу, это у меня две смородины. Одна светлая такая, розовая, а вторая красная. Красная ни одной ягодки не дала. А, кстати, надо пойти там возле нашего огорода. Мы пересадили черную смородину, и там есть немножко. Надо пойти мне собраться. Вот. Вот, девочки, вот это такое впечатление. Хотя нет, это тоже лавандин. И вы видите, вообще цветоносы не поднялись. Но здесь мы, послушайте, я Марису говорю, дождей нету. Мы здесь не поливаем ничего. Ну, такой удручающий, конечно, сад вот без воды. Видите, вот они еще за мной носятся, эти коты. Огурцы все, огурцы больше тоже не растут. Там у меня еще один огурчик болтается. Вы знаете, я на прошлой неделе собрала, я вам показывала же, да? Несколько огурчиков. И все, они перестали расти. Вот. Но здесь вот есть еще немножечко корнишонов. Один, один. И вот здесь вот у меня такой длинненький. Вон там он один болтается тоже. Вон там он не видно. А помидорки, девочки, пошли потихоньку. И утром надо было сходить их побрызгать. Ну, этим, бутоном. Там бор, наверное. Новые эти завязи. Ну, не знаю, может, комешочком немножко будет. Жарко им, девочки. И я их, конечно, поливаю каждый день абсолютно. Ну, на этом все. Здравствуйте. И ты за мной ходишь? Одна тут гонзесса только что пробежала. И этот следом. Ну, все, девочки, можете поздравить. У нас теперь вот есть берлиоз этот. Березка наша. Красавец. Ну, пускай будет. А, вот она. Я свою не заметила на выгоревшей траве. Послушайте, она такая маскировочная. Кошка у меня называется. Видите, лежат такие. Не знают друг друга. Вообще не знают. Случайно забрели, да, в этот сад? Ну, ты его только мне еще не привези в постель. Мне уже, конечно, я его в постель, в дом, я его... Ну, в дом, может, и пущу зимой. Но на постель вряд ли. Потому что моя-то обработанная вся. Я же ей это капелькой делаю. Видишь, басбочка и летает. Девочка, какая у меня красивая кошка. Ну, вы посмотрите на ее рожицу. Ой, а ты пришел в камеру? Ну, совсем ты не у нас не дикий кот. Ну, такой длинный. Вот, так что, ладно. Если я готов буду вам сегодня снимать, я никогда не закончу. Мне надо пойти вам кефир показывать. Сейчас сначала приду, соберу инжирчики, пока их птицы не склевали. Потом пойдем с вами делать кефир и сметану натуральную. С этим кефиром прям даже не знаю. Он очень быстро заквашивается с этой температурой. И я Марису сказала, пей. Я говорю, у нас вены на ногах. Он чистит бляшки. Да, так выпил полстакана. А так бы не пил. Смотрите, наша мадмазель Миян прекрасная. Видите? Цветет без конца. Вот, кстати, она здесь сидит. У нее здесь не очень много солнца. Но тоже, смотрите, все равно эти же гадости вон. Но уже сейчас не буду брать, потому что это. Розу там тоже надо чистить. Не буду брать, потому что у меня же инжир в руках. Вот, девочка, видите, моя будлея желтая. Должна была быть фиолетовая. С фиолетовой этикеткой покупала. Разрастается вообще. Тоже тут вот надо убираться. Мешает она роза моя. Это доктор Ватсон. Цветет, вот смотрите. Когда свел, так и не прекращает. Видите колокольчики, которые я не вырвала? Вот он один остался. Видите, он перецветает. Ой, ну там уже был такой лес. Слушайте, вот вырвало и вырвало. А может быть и зря. Правда же? Ну, а что теперь сделаешь? А не хочу этих колокольчиков, слушайте, сорняк. Вот. А здесь у меня будлея трехцветная. Вот она сидит. Ну, я вот помню, та будлея желтая тоже у меня года 3-4 брала корни. А в том, как маханула. Если здесь вырастет, будет прекрасно. Вот мы тут ее почистили, полили. И вот видите, я ромашки отрывала. Немножко там за это, молодую лаванду мне за это заполонили. Ну, прикопали здесь. Может, возьмется. Ничего здесь не хочется. Я говорю, давай, Марису, сюда пересадим. Вот бессмертник мой большой, вырвай мне яму. Потом лаванду, потом бессмертник. И он говорит, ну давай. Ну, потихоньку, девочки, может, засадим. Эту линию кто будет поливать, вопрос. Вот. Смотрите, вы видите, какая здесь лавандочка? Ну, мы говорим лаванда, на самом деле это лавандан. Лавандин. Ну, уже я вам не буду говорить лавандин, лавандин. Ну, вы посмотрите, какой он яркий. Вот видите, эти кусты мы покупали в прошлом году. Подсаживали. Вот они уже такие красивые. Вот. А в этом году вот один кустик из шести. Сколько у меня их? Раз, два, три, четыре. Из шести один или семь было. Не взялся. Вот я перекупила лаванду. Ну, смотрите, она никакая. Ну, вон. Вон только цветоносы только-только выпустила. И она совсем другая. Видите, она какая-то серебряная. Не знаю, будет она здесь расти, не будет. А отрывала ромашку вот здесь вот, вырывала. Потому что вот здесь вот у меня черенкованная лавандочка сидит. Я ей, бедная, некуда смотить. Она где? Вот. Ей некуда вылезти. Тоже, видите, она по цвету совсем другая. Вот. И здесь вот цветоносы такие. Девочки, знаете, что я должна вынести? Мы же поедем на лаванду на следующей неделе с девочками. Марис нас повезет. Как обычно, шампанское в лавандовых полях и все такое. Ресторан. Среди лавандовых полей. Мы маршрут решили не менять втроем. Потому что в другое место, куда мы хотим ехать в СО, то в сторону этого Монмонту. И далековато. И мы не знаем, там есть ли там бутики, есть ли там рестораны. Там все-таки еще такое, ну, не такое диковатое место. Вот этот бессмертный хочу туда пересадить. Я бы только что показывала вам. И я хочу все время в одном и том же езжу. Ну, не покупаю я уже новых одежек. Так их, понимаете. У меня вот, я переглаживала. У меня 10 прекрасных белых туник. Просто прекраснейших. Юбка эта. Вот. Ну что, специально лавандую поехать купить платье, чтобы потом никогда его не носить больше. И это. И у меня есть оранжевая юбка. Вот надо вынести оранжевую юбку. Дам повесить на хурму и посмотреть, как будет сочетаться. Но вообще надо не оранжевый цвет, а нужно такой пудровый розовый хорошо сочетается. Оливковый очень хорошо сочетается. Желтый очень хорошо с лавандовым сочетается. Ну, вот у меня оранжевый. Надо вон туда подвесить, точно сделать фотографию, посмотреть. Вот здесь. А, давайте покажу соседские олеандры. Вот это вот здесь, когда бабушка жила, вот эти олеандры, им по 100 лет, наверное. Ну, не по 100, а по 40. Смотрите, как цветет. Никто никогда не поливает. Они же отключили тут очень давно воду. Вот огромнейшие дерева. И вот здесь вот у него красные. Он как-то был зайчах один год. Вот это. А потом такой опять возродился. И вот этот, смотрите, видите, розовый. Сам по себе подсеялся. Его раньше здесь не было. Прям как в тему. А там, смотрите, голубой цикорий. Вон, видите, голубые цветочки. Красиво. Смотрите, видите, какие их просто гигантские. Мы вчера были, когда в Игвеях ездили. Вон, котик рыжий вот оттуда с этажа. Видите? Вот. И там вообще, вы знаете, эти вот все пожилые люди. Вот поколение моего мужа и старшая. У них прям везде леандра. Они не требуют этого полива. Но в такой сухой климат новое растение нужно поливать. Не выживет. А уже которые старые такие вот мощные. Вот видите, девочки, это эти наши цикории. Цветут. Синенькими василечками такими. Вон, смотрите, какое дерево красивое. Вот. И вот и бабушка у нее. Вот это дерево у нее прекрасное. Я даже не знаю, что это за дерево. И в середине у них было шелковица. Они вырубили. Вот. И вот эти вот нижние соседи. У нас новый сосед приедет вот сюда. Вот в этот дом на этаж. И там только одна такая большая студия. Мария говорит, вроде испанец какой-то. Парень хочет огородик сажать. Я говорю, ну тогда я ему яйца буду предлагать купить. Вот. Одна молодежь у нас сюда приезжает. Ну, пускай. Все, что вот пока было, пу-пу-пу, доброе. Сейчас сказаны все хорошие. Молодые люди. Вот. Ругалась. Молис мне перекрасил. Вон голубую дверь. Была белая дверь. Ну, что ты хочешь? Он есть хочет, девочка. Сто процентов. Ой, он уже обменял. Девочка, он обменял уже это. Ну, иди, я тебя покормлю. Идем. Девочка, пойду дам поесть. Жалко мне кота. Иди, буду кормить себя. Потом пойду уже инжир собирать. И кефир мой кто будет делать. Берлес. 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 Смотрите, идет. Иди, будем кушать. Иди. Девочка, представляете, ну, все. Раз он уже обменя отрется, значит, он меня знает. Вот, сейчас дам поесть. Иди. Боря, иди, покормлю. Хватит, побежит. Иди. Ну, да, ты хочешь кушать. Здесь плачет прям, плачет. Да, хочешь кушать, давай. Давай, насыплю. Ешь. Видите, девочки? Все, кот мой. Ну, а что я, девочка, я же не могу его не кормить. Дохлый он такой. Зачем вам такой жених дохлый, правда? Ешь, ешь. Пришел, просил кушать, бедный мой котик. Где ты невесту свою бросил? Ешь. Ну, вот вам, пожалуйста. Теперь фиг, я его выгоню отсюда, правда, девчонки? А ну, что мне его выгонять? Пускай будет. Тут и рыжая, я сейчас позавчера приезжала за яйцами со своим мужчиной. И хаты пришли, здесь сидели на лавке. Я говорю, ну, у нас это, ну, а за это одинаковый вкус. Любим мы рыжих, рыжих чертиков, любим мы, да? Да, мои, мои рыжие котики. Да, мои рыжие котики. Ну, все уже. Скоро на руки будут ко мне идти, на коленки будут скоро ко мне приходить. Вот когда кот сам хочет адаптироваться, он тогда адаптируется. Ну, а что, если они им не занимаются, правда же? Скажи, ну, что такие у меня? Поехали, бросили котенка. А моя девочка идет на зето. На зето? На зето? На зето? Иди сюда. Ой, она вчера как увидела, что я ему еду даю. Так там что было? Сразу такая вскочила. Мне пришлось ей насыпать тоже, чтобы вы видели, да? Вот прямо у нас сегодня такой котиковый, такой красивый влог получился. Да, красавица моя? Ну, а зетоте-ка. Красавица моя. Ой, ну, смотрите, какая она у нас красивая. Какие у нее глаза красивые. Какая поза такая королевская. Да? Ты ему спасибо пришел сказать? Ну, давай. Ложись вон рядом с на зето и отдыхай. Девочка, ну, какой, видите? Ну, он рыжий, хорошо смотрится на моих зеленых растениях. Правда? Иди, 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 берлез. Иди, берлез. Моя такая смотрит, думает, что это такое? Что за измена в доме? Что за такое, да, предательство? Пошел пить. Пришел спасибо мне сказать, да? Берлезик. Ой, ты мой хороший котик, хороший котик. Мой кот, мой котик. Все, девочки, это уже мой котик. А вернулся доедать? Ну, не объедайся. Ну, это чувствуется, что у себя дома, правда? Правда? Какая пустюра. Ох ты, Боже, глаза зеленые. Ну что, наелся, развалился. Мне Катя говорит, моя дочка, мама, бери его, вези, его оперируй. Я говорю, доченька, да, оперированный он, это соседский кот. Вот. Видите, как закрашивают это? Ну, у нас плитка не положена, так вот я боюсь, что плитка будет так, это, пятнами. Видите, вот это вот опавший розовый цвет, вот от полива, и такие пятна остаются на этом цементе страшные. Ну, вроде бы, вот я Марису показываю, вот плитка где выложена, но тоже-то же все падает. Вроде так нет, нету этой пятнистости. Так, все, я пошла собирать инжир. Ну вас, котики, ну вас. Ну вот, смотрите, друзья мои, я насобирала инжира. Здесь вот две штучки, их надо ходить, тоже с секатором, либо с ножом срезать. Ну это я сейчас прям съем сразу. Вот, и вот такие вот полно, вот они все проклюнутые. Вот, там может быть оса, поэтому такие инжиры я не ем, я их выброшу, это просто вам чисто показать. Либо нужно вот так вот срезать вот кусочек и смотеть, что там, ну ладно. Вот, не один же он у меня. Ну вот таких вот две маленьких корзиночки. У меня Марис очень плохо его ест, я ем, я люблю инжир и люблю очень, поэтому обязательно разрезаем и выедаем только в мякоть. Корочку не едим, я уже вам рассказывала по какой причине. Вот, что я еще могу делать, они очень большие, я их разрезаю пополам, замораживаю отдельно, каждую вот так вот, и потом сбрасываю уже в пакетики, и потом, когда я выпекаю тарты, делаю сладкие тарты, тогда вот этими половиночками так вот вдоль разрезанными выкладываешь, миндальным орешком посыпаешь, прекрасным получается тарт, просто бесподобный. Либо можно делать варенье, но варенье я предпочитаю делать из осенних, из осеннего инжира, он намного меньше, он мелкий, где-то вот такой, и он очень-очень сладкий, то есть нужно меньше сахара добавлять. Вот такие вот дела, такая вот красота у меня с утра, пожалуйста, смотрите, любуйтесь, наслаждайтесь. Не показала, какой он в разрезе, вот, ну, обычный инжир, да, вы знаете, что инжир, цветочек, находится внутри, то есть сначала он цветет сразу вот внутри, и потом вот созревает, вот до такой красоты. И он есть разных сортов, конечно, очень много сортов инжира, у нас это дикий инжир, вот, и у меня еще там возле помидоров растет красный, но он еще в этом году ряд, и в следующем году, может быть, уже будут плоды. И возле гаража есть белый, который сам подсеялся, вот у этой старой бабушки, которая сейчас дает молодежи дом, она здесь больше не живет, у нее было огромное фиговое дерево, просто медовое. Она его выкорчевала перед тем, как она уехала жить своей дочери, какой вообще, вот, какие люди, все повырывались, оставили бы людям, люди приезжают здесь жить, платят вам за квартиру, пусть бы ели этот инжир, правда же. Так, друзья мои, девочки, конечно же, мои девочки, послушайте, вот такой у меня поэтический беспорядок на моем кухонном столе. У нас сейчас очень темно, темно для съемок, это всегда была проблема летом, потому что у нас шелковица очень разрастается, и она дает очень большую тень, поэтому темноват. Вот, смотрите, друзья мои, перед тем, как я займусь кефиром, я сейчас заварю себе чай, я сходила в свой сад прекрасный, вот это у меня чебрец, он, этот чебрец не дикий, этот чебрец, я его покупала как лимонный, но я не слышу никакого там лимона, вот, но все равно он не растет под яблоньками, я его обожаю, я его стригу, он хорошо нарастает. Это, девочки, у меня бергамотовый, бергамотовая мята, вообще обалденная, или перечная, перечная, наверное, вот эта бергамотовая, такая вот красивенькая, которая, у меня там было три сорта, еще одна была какая-то, послушайте, была шоколадная, нет, это не шоколадная, короче, вот три сорта, два сорта мяты, можно сорвать, было еще дикую, но я уже не стала, потому что это чай только, ну, вот на одну кружку, и можно, когда сольешь, первый раз можно потом еще подзалить, и получится такой более слабый напиток. Вот, и здесь у меня, девочки, мате, вот, и чайную ложечку мате, и все, и будет у меня такой утренний энергетический энергоджайз напиток. Вот, если я вам не снимаю видео, это не значит, что я прекратила заниматься всеми своими этими шаманскими делами, нет, конечно же, все это продолжается, и причем в таком бурном ключе. Девочки, кефир, я его уже сегодня промыла, послушайте, мне привезла моя Надюшка кефир, и я его, она мне привезла в баночку с закваской такой, я его там набухала, я не посмотрела, как его делать, она мне сказала, я его один раз заливаю, второй раз заливаю, потом мою бутылку, я поняла, что бутылку, вот, и, короче, он у меня был достаточно кислый, и все, и потом, в конце концов, вчера я начала читать статью, и там было видео приложенное, и женщина так вот занимается вообще серьезно уже этим кефиром, и вся семья у нее ее пьет, и вот я сделала, как она научила, и на самом деле это настоящий кефир, очень нежный, вообще не кислый, обалденный, я уже ему уже дала выпить полстаканчика, девочки, там показания такие, там, бляшки чистят, печень чистят, лицо, кожу очищают, волосы блестят, там чего только нету, короче, это такой там натуральный пробиотик, ой, да столько там вот этих бактерий, нужных нашему кишечнику, что о-ля-ля, о-ля-ля, вот, а что вы по стаканчику уже выпили, послушайте, значит так, я вам не показывала этот раз, если вам будет интересно, вы напишите в комментариях, и я вам покажу тогда, короче, кефирные вот эти вот зерна, они вот у меня внутри там, их нужно обязательно промывать проточной водой, обязательно, причем каждый раз, так, где же ложечку взять, не металлическую, так, девочки, кефир молочный, вообще, вот, как и комбуччи, как и кефир фруктовый, который на воде делается, с фруктами, они не любят ничего металлического, то есть посуда должна быть стеклянная, минимум пластиковая, и ложечки тоже, не любят они все при кисновении, видите, какой он, такой, я считаю, что он мелковатый, но вот, его нужно, девочки, каждый раз промывать, и больше двух-трех дней заливать молоком свежим, если вы не собираетесь квасить кефир сегодня, то ставим в холодильник, если вы собираетесь квасить кефир, ой, кефир, как бы, к вечеру, можно в холодильник не ставить, он к вечеру уже схватится, и у вас получится такая заквасочка, конечно, эта тетенька, она этому не учила, но я посмотрела несколько французских видео, там, девочки, ну, вообще, конечно, французы в этом плане вообще никакие, ну, не знаю, мне видео попались-то вообще, там не то, что детский сад, а бы что какое-то, вот, поэтому буду смотреть еще источники, чтобы уже немножко лучше, как говорится, ориентироваться в этом деле, а сегодня я вам сейчас покажу, значит, у меня получилось кефиры литр, потому что я вчера заливала, я вам покажу последним этапом, вот у меня уже баночка вымытая, вот литр молока стоит, вот будет закваска, и молоко у меня полужирное, поэтому я буду добавлять сливки, как я это делаю в первый раз, а сейчас я хочу сделать сметану, девочки, причем сметану я хочу сделать, одну кокосовую, может быть, это получится кокосовый йогурт, вот, я принесла кокосовые сливки, но они четырехпроцентные, они не жирные, и я принесла для сметаны, вот, тридцатипроцентные эти сливочки, вот, все, у меня сливки все хранятся в холодильнике, я начала проверять даты, вот, они такие у меня есть, хорошие даты есть, которые уже нужно срочно использовать, поэтому смотрите, значит, сливки, да, вот это у меня будет сметанка, значит, наливаем, ну, вот, я налью, наверное, пол баночки этих сливочек, и пол баночки готового кефира все, остается только размешать и оставить это, вот, его надо не закрывать сразу надо мне найти эти ложечки такие, которые подлиннее, но надо посмотреть, надо приспособить посуду, я же только начала этим заниматься, вот, она, девочки, должна загустеть, это уже как бы готовый соус, можно этим уже сразу, она, видите, она прям, она сразу густеет на кефире, смотрите, вот только я забавила сливки, смотрите, какой, видите вот, она сейчас чуть-чуть постоит, и будет вообще настоящая сметанка, вот это сейчас вот идет лучок зеленый, помидорчики пошли, прекрасные соусы, послушайте натуральные, абсолютно, без консерваторов, единственное, что это хранится в холодильнике 2-3 дня, не больше вот, послушайте, я буду прикрывать все, чуть-чуть она будет стоять, ну, может, мне кажется, можно сразу крышечкой закрывать французы вообще пишут, что кефир нужно герметической банкой, пробкой закрывать, вообще, либо я так неудачно попала на первую статью вот, а пол коробочки сливочек у меня осталось, и я это буду делать потом кефир вот, а здесь, девочки, я хочу сделать, значит, это, кокосовые сейчас я разрежу, чтобы тебе время не тратить кокосовые сливки, либо кокосовые, смотрите, вы видите, не знаю, получится ли тоже, видите, один крем не знаю, получится ли, я потом это переложу в баночку, в холодильник поставлю, поэтому я сделаю чуть-чуть но у меня, к сожалению, девочки, венчик только металлический я сейчас венчиком немножечко вот это повзбиваю, чтобы оно стало такой более массой и то же самое залью кефиром а молочный кефир я читала статью, можно заливать, они писали про соевое молоко но я потихонечку попробую, попробую миндальное молоко, которое я предпочитаю, кокосовое молоко ну вот так, чуть-чуть, вот так, наполовину тоже чтобы не переводить продукт, вдруг не получится, хотя, почему не получится, в любом случае это можно использовать, когда готовишь курочку, этот соус а мне хочется, чтобы он забустел, ой, в йогурт а, ну, это же не зерна, это же не молочные цирисовые зернышки, поэтому если венчиком, то и ничего страшного а вот то, что уже, как бы, ну, закваску, ни в коем случае металлической посуды не трогать и не переливать все, тоже закрываю пускай пару часиков постоит, я потом посмотрю и поставлю в холодильник ну, слушайте, сметана меня просто впечатлила вы посмотрите, она уже встала какая она прелесть но больше сметану покупать не буду буду, девочки, этот гриб как заницу, этот, молочный буду беречь, как заницу ок так, дальше продолжаем сейчас я буду делать, девочки, новый кефир свой то есть, новую порцию значит, я его сделаю точно так же, как и раньше для этого нам нужно вот этой вот порции кефира у меня здесь мало ее совсем тут вообще мало-мало-мало я заквасила, вот сколько литр, там, литр 200 получилось у меня, да там, сливок у меня, по-моему, было 200 граммов видите, у меня тут его совсем мало я его взвешивала, у меня его было ровно 16 граммов позавчера и я думаю, ой-ой-ой у меня не закислено девочки, все закисло, как надо единственное, что вот эта женщина, которая показывала которая показывала, как промывать кефир и все такое она говорит, что вот этот кефир она его там промывает в воде, но так как я его в молоке уже поставила на хранение а потом решила, что сделаю потому что, видите, использовала она говорит, что этот кефир должен оставаться на дне который плохой всплывает его нам прям сразу выбирают друшлячком мой кефир, послушайте, пока что всплывает поэтому я не знаю он, почему, потому что французы писали, что он должен всплывать короче, тут мнения разделились короче, я буду смотреть, во всяком случае, кефир у меня получился великолепный, очень вкусный, без всяких там привкусов, запахов вы видите прекрасно, что он такой молочно-белый то есть он не должен быть желтым вообще то есть не должно быть желтизны вот, и мы сегодня будем в магазине мы поедем сегодня в ресторан в азиатический обедать на обратной дороге заедем в магазин я возьму молока жирного чтобы не добавлять сливки ну вот как бы, девочки, на полужирном молоке мне не очень нравится то есть он получается такой достаточно жидкий так, сколько тут ну здесь большая коробка 330, ну мне кажется, хватит ну вот, на глаз, чуть-чуть еще останется мне на эти, на сметанку в следующий раз вот, все послушайте, сейчас это надо перекрыть у меня такая вот палочка из китайского ресторана его нужно подмешивать можно не подмешивать, но я подмешиваю я где-то прочитала, я же несколько статей читала чтобы как бы кефир, когда его мало он должен это чтобы все молочко быстрее его касалось ну вот у меня вот этот кефирчик вот этот, который я вам показала который я сегодня сейчас вот я буду переливать в бутылочку он у меня заквашивался часов, наверное, 16 максимум 18 я ему не дала перекрыть потому что у него сыр только-только начал отбиваться вот так вот, она должна отбиваться вот снизу отсюда как только просветление появляется кефир готов его нужно сливать я его размешала девочки, так как я в этот раз сыворотку не сливала вот то я его чуть-чуть мешанула и сразу через этот друшлячок тоже обязательно чтобы это был капроновый не металлический ну вот у меня без кефира остался то, что остается над ним как бы приклеено это молодой кефир его тоже нужно промывать и через ситос, как бы это покажу в следующий раз чтобы он потом будет нарастать все, девочки я оставляю многие не накрывают я накрываю, девочки потому что у нас может взлететь мушка у нас окно постоянно двери приоткрыты поэтому мне это не нужно вот, я так вот буквально легонько прикрываю чтобы он дышал и ставлю все у меня к вечеру я же еще поздно буду ложиться спать у меня к вечеру будет готов кефир я его перелью а вот этот кефирчик, девочки можно делать пожалуйста молочные смузи утром можно просто выпить я выпила сегодня полстаканчика вчера прочитала для похудения этот кефир нужно пить после еды по полстакана ну, послушайте вот смотрите еще, да еще что хотела вам добавить девочки смотрите, какой мягкий такой он такой, смотрите такой настоящий жирный кефирчик я никогда не любила нежирные кефиры поэтому я делаю специально кефир чуть-чуть жирнее потому что я не люблю если он невкусный я его пить не буду вот эту закваску чтобы быстрее взялся кефир можно добавлять вот так молочко остальную я допью тоже так немного а так чуть-чуть чисто чтобы помочь нашему кефирчику сразу заработать ну вот, девчонки послушайте я вам не могу сказать что я фанатка там на таких-то биопродуктах или что да, я люблю такое, чтобы натуральное но все, что вот эти вот, допустим я пока вот мне не надоест я буду делать этот кефир я посмотрела он у нас на Амазоне его продают по 10 грамм 10 грамм стоит, по-моему 16 евро все они с доставкой там 7, 8, 10 евро а нашла один пакет такой там, по-моему было 15 граммов он был тоже где-то 28 а 40 граммов девочка все 40 евро стоит поэтому у вас, слушайте такое добро если вдруг у меня пропадет однажды то я буду знать что я могу его перекупить его когда будет много если у меня его никто не возьмет девчонка смотрите вчера волосы красила закрасила ногти порвалась перчатка поэтому не думайте что они у меня грязные прошу прощения за отступление вот если никто не заберет может быть будет Наташа возьмет может быть возьмет это Ира хотя дело такое знаете это надо это надо любить копаться как я вот видите я поглаживаю как камбучу я обожаю у меня такая всегда камбуча шикардючая вот просто квас вот потому что я их чувствую это мои как бы члены семьи тогда его можно промыть и сушить сушить и собирать и потом они пишут что его чтобы потом разбудить вы вот так вот в баночку молочком мы его будем это разбуждать то есть вы заливаете молоком оставляете промываете опять он будет разбухать разбухать начнет работать ну и все и короче потихонечку он вернется к жизни так что вот такие дела вот моя новая фишка я это все очень люблю поэтому девочки кому надо спрашивайте задавайте вопросы я буду повторяться как это дело в свое время с камбучей вот отдельное видео я по кефиру выставлять конечно не буду вот но вот так вот в рубрике будет помечаться в этих тегах кефир и будете смотреть кому интересно кефир будет написано провансалочка в тегах и он будет находиться обязательно на всем ютубе и даже в этом в поиске в гугле я думаю в яндексе тоже потому что я делюсь видео поэтому кому будет интересно будем дальше делиться так и теперь последнее что я хочу вам показать ну вот сколько всего я вам уже сегодня много показала по кефиру по моему личному опыту столько сразу теории не у всех усваивается то есть вот у нас готовый густой кефир новый кефирчик который я заквасила у меня вот будет быстрее всего это будет кокосовый йогурт сюда можно попробовать забросить несколько этих рисинок молочного риса попробовать его ну вот я не перепутаю видите у меня баночка из-под кокосового масла поэтому я буду знать что здесь кокос вот сметаночка пожалуйста замечательная прям сегодня с помидоркой я попробую в обед и теперь девочка смотрите сыворотка то есть чтобы получить сыворотку надо отбить творог да и творог я делаю девочки у меня есть такая специальная посудинка я вам как-то очень давно уже показывала я опять ее достала вот такая прекрасная у меня посудинка для творожка вы видите там такая штучка ты туда вот потом его выливаешь и он потихонечку еще до отсеживает то что не отсиделось мне очень нравится на литр молока она идет вот и значит есть два способы с кефиром либо вы берете готовый кефир выливаете его посуду ставите на водяную баню нагреваете и он начнет отбиваться творог сыворотка это раз вот а вторая это вот нужно передержать переквасить вот этот вот кефирчик который мы начали делать то есть не в таком состоянии как я сегодня его сливать когда он такой вот еще нежный а нужно подождать пока сыворотка отобьется на полбанки и тогда вы сливаете тихонечко сыворотку и остальное все занимаетесь остальным либо это вот доставите кефирные зерна и отсаживаете кефир либо в готовую вот такую штуку либо на сетечко как вы там умеете делать как вы приспособились на марлечку и так далее да вот можно вот это все я пью просто сыворотку мне очень нравится вкус я делала блины правильные низкоуглеводные с этой с полбиной муки полбина или полбовая вот и с ячменной мукой мне очень понравились блинчики можно вот это размешать получится питьевой йогурт кефир а еще девочки я сделала себе сыворотку вот у меня здесь сыворотка сыворотку для лица то есть я себе отлила сывороткой свеженькой вот она стоит у меня в холодильнике я здесь добавила 3 капли эфирного масла так этого ладана это омолаживающая масса девочки и 8 капель так и у меня есть морские водоросли такая концентрированная сыворотка ее в чистом виде не употребляют именно для всяких там лосьонов вот много не делала я наверное сколько тут миллилитров там не знаю 80 вот столько у меня там было вот и этой сывороткой я протираю она стоит у меня в холодильнике я после вымывания протираю лицо я бросаю туда всякие базы масочек такие эти тканевые наношу на лицо девочки вы не представляете эффект лицо белеет вообще подтягивается это же пилинг натуральный пилинг тут же молочная кислота вот я каждый день делаю эти маски протираю знаете у меня хорошо выносят у меня сыворотка свежая она не очень такая острая то есть она работает как пилинг вот обычной пилинг можно под крем наложить можно чуть-чуть смыть потом каким-нибудь другим лосьоном вот если вы используете как лосьон то я не смываю на ночь просто накладываю крем если делаю маску утром на тканевой основе тогда немножко протираю другим тоником ну чтобы во-первых вы должны знать что все молочные продукты это же все-таки натуральные они же скисают вот чтобы на лице у вас не закисло чтобы у вас не было неприятных ощущений так что представляете и все это благодаря нашим вот этим молочному этому грибку так что обожаю 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 так обязательно найдите хороший красивый стакан и вот пожалуйста смотрите как он будет лицем представляете какой прекраснейший прекрасный я уже выпила сегодня стаканчик я себе чуть-чуть просто чисто вам для так что будьте здоровы дорогие мои если есть какие-то вопросы по моему новому лечению по кефиру я продолжаю это изучать я буду читать еще много статей я надеюсь что я смогу ответить вам на многие вопросы вот прям в очень скором будущем я уже кое-что уже и узнала и так уже мне это нравится ну что друзья мои пойдемте собирать черную смородину и заодно покажу вам помидоры видите как я подрезала волосы вот я вчера их вытягивала немножечко расческой своей мне нравится такая длина намного легче моется и вот я вчера красила волосы немножко новой красочкой вот ну тот же цвет скажем так что и был ну и все равно как новенькая ну и посмотрите лицо девочки это все сыворотка сыворотка вот я вам показывала не знаю девочки видите нандину мы здесь посадили и теперь вот этот вот большой куст ему тяжело в горшке я вижу вот он подсыхает снизу этого и мартеля надо мне куда-нибудь тоже пересадить не нахожу места вы не поверите а нандина слушайте на этикетке написано минус два или это не то же верите что у меня вот она там сидит цветет круглый год не знаю даже вот девочки ну что паси флора мне такое впечатление мне вот показалось что вроде бы как она завязывается ну вот она тут вот проходит по всему же асмину если посмотреть присмотреть она такая более темная вот она вот ее прям видно ну не знаю сколько ей лет нужно чтобы зацвести может быть зацветет но взялась она хорошо потому что я вот уже она отпустила еще веточки я вчера вот прям заправила чтобы она туда вот на крышу еще тянулась посмотрим вот здесь вот тоже есть вот веточка уходит но это надо хорошенечко присматривать я так как знаю где так я вижу а так бы я тоже ничего не увидела вот ну прекрасная наша лаванда ромашка здесь как хорошо смотрится да среди этой лавандочкой ну вот я смотрела сочетание одежды вчера прям смотри мы смотрели белая конечно лучше всего сочетается светом лаванды поэтому такие дела рожей куда-то уезжает они загоняют машину он там тоже красил этот состав мне вам зеленый цвет в оливковый покрасил такие такие красивенькие светленькие потом покажу вам вот который мы не взяли а может быть и зря ну посушите вот огород наш девочки ну что вот это томаты рожей вон те видите лошади это наши у Дениса тоже хорошие томаты во всяком но у Рожей смотрите много томатиков так пошло я прям рада прям такие тоже кисти у него тут висят красивые пошли пошли у него томатов много но сами вот видите напротив вот это который напротив лес стоит это зебра это вот первый раз я взяла привитую ну и кузя моя идет я тебя искала первый раз взяла привитую зебру и она такая вообще огромная я ее там чуть-чуть внизу конечно подрезала но вот сейчас кистина наливаться белым я их тогда с этого еще листья поубираю снизу ну смотрите уже отцвели наши артишоки вот вот этот вообще посмотрите какой он огромный цветок видите очень большой не знаю когда там будут зернышки вернее семечки семена посмотрим ну где-то ж вон там вот будут да не знаю я никогда это не занималась но вообще скажу цветок очень конечно красивый ой смотрите артишоки вон полезли у нас прямо на этих на стволиках и вот еще тоже есть артишочек но они отцветают достаточно быстро вон в Донецке такие хорошие вот эти вот корни вот эти висят прямо на земле а меня в этом году опять они какие-то неудачные это она у меня насматривалась этих томатов и стала их покупать вот смотри у нее там он еще есть ну у нее видите такие вот они уже все замученные потому что она сама не поливает она их посадила на неделю они уехали там с этим с братом среднем Мариса женой и сводной сестрой с мужем они уезжают они каждый год целую неделю там ходят по светлым местам типа ну они типа чтобы вот походить там день где-то по 20 километров вот рожей поливал но у нее нету капельного полива поэтому вы знаете да как он полил вот она приехала понадеялась на дочь которая у нас просто покапал опять их не полила но вот явно видно что немножко ее питоматы уставшие вот и сейчас она на 2 недели с 1 числа уезжает к дочери туда в центральную Францию дочка переезжает они купили дом со своим мужчиной ну это папа двух ее внуков они не женаты но живут вместе они будут переезжать и они в ней нуждаются чтобы детей смотреть пока они там будут переезжать вот поэтому опять рожей будут поливать ее сад ну это не мои проблемы конечно как хотят потихонечку пошли у меня потихонечку у меня пошли там эти кабачки конечно я вчера уже желтых два больших прям собрала один зеленый большой нашла вот вот это зебра посмотрите видите какие они красивые зеброчки они такие вот когда вызревают они такие знаете становятся такие чуть-чуть желтоватые зелено-желтые такие красивые томаты и очень-очень вкусные они у нас пользуются популярностью именно в ресторане здесь делают такое знаете типа капраччо из таких вот редких томатов то есть просто кружочками нарезают маслица оливковая базилик и мазарелла и такое блюдо стоит там по 20 евро потому что не просто так найдешь эти томаты я их очень люблю Молис не любит но я их люблю они конечно салатные томаты их вряд ли можно называть как говорится консервировать смотрите видите кругленькие будут баклажаны вот этот вот зеленый черный этот баклажан будет кругленький что моя славненькая потом эти занесу домой и вот это вот послушайте вот не знаю не написано какого размера должен быть плод я переживаю что плохо поливается прошу Молису чтобы поменял эту капель которая дает капельный полив мне кажется она плохо капает может быть он недополитый вот этот вот costoluto genovese costoluto genovese итальянский помидор вот смотрите какие они грозами висят такими мне так нравится их форма но они вот маленькие послушайте я же вот и лист убрала вот видите начинает она подозревать уже подозревать вот такими прям костями надо перейти на другую сторону здесь мне солнце отсвечивает вот белые баклажаны пожалуйста вам у меня два кустика белых и один значит мы же забыли два и так я больше не поехала два белых у меня вот этот вот круглый а вот этот а вот этот даже и не знаю какой еще на нем баклажанчиков нет ну посмотрим ну какой-то синий быстрее всего вот я уже вам говорила да что я трижды уже обрезала томаты листья подчищала мы в этом году так хорошо ухаживаем более-менее за томатом видите такие кисточки висят вот это это бычье сердце тоже вот и уже так вы знаете и вот они мои видите вот эти длинненькие они у меня мелкие не знаю первый год когда я их купила какие они были огромные просто просто были огромные вот тут тыковка у меня смотрите мне кажется что это тыква должна быть у него же уникой ничего не подписано этот потимарон вот они там это же послушайте это же не кабачки я надеюсь это тыква надо чтобы она начала это вылазить так а вот это может быть коржа дуница лезет тоже надо будет посмотреть быстрее всего не знаю что взяла в этом году я подсела вон видите вон одна лезет еще две тыковки у меня есть вот так что девочки очень плохие томаты сюриза эти черри вообще никакие они должны быть уже большими везде давать томаты никакие никакие вот ну это для этого у меня в основном одни бычьи сердца вон смотрите видите сколько их там видите какие красавчики красавчики это вот такие вот они грушевидные и вот все такие сердцами томаты в этом году девочки как никогда очень сладкие я сегодня утром вот и надо было мне надо совсем прийти побрызгать но побоялась потому что посмотрела температура очень большая новый цвет чтобы завязывались томаты вот я здесь смотрю тут вот завязалась томатинка вот она вот здесь вот я вижу ой может быть соберусь вечером приду побрызгаю ну вот такие дела друзья мои показала вам немножко свой огород вот неплохой есть томаты конечно но надо обязательно чтобы вторая волна завязи тоже взялась надо обязательно чтобы взялись иначе того что есть это мало конечно так дальше что-то я вот смотрю там этот артишок поел кто-то на этих два вроде бы ничего но жарко так вот здесь тоже вот эта тыквочка сидит но она это слушайте я иду в сланцах своих и мне колка ногам ой-ой-ой надо полить вот он инжирчик этот красный который мне Ирочка привозила Ирочка из Экса надо полить сухо но надо сегодня будем поливать вечером лук надо полить тоже артишоке и польем тогда этот инжир он видите это павлония по-моему называется вот сидит деревце тоже не забывай поливать потому что он здесь у меня поливает он ответственный вот смотрите видите уже посыпалось она уже вся завяла эта черная смородина но надо же ну вот мы сейчас находимся в таком огромном ресторане здесь все включено то есть вот формула 19-90 и смотрите это вот такое я взяла тут 4 креветки но это поделюсь с Марисом суши берешь сколько хочешь салат салатик я полила соусом для салата вот такие соусы для суши и это жанжамбр как бы имбирь ну немножечко розово короче пожелайте нам приятного аппетита давно мы здесь не были у Марисы все скромненько смотрите как у меня кушает мой муж чуть-чуть чуть-чуть вот так что вот это тяло но это я на двоих взяла не переживайте смотрите тарелочка Мариса так песка сечи сели крювета кальмары девочки креветки и рис все такое жирное бе-бе-бе так ну что смотрите моя порция так немы вот это я не знаю что это что-то рыбное это калюмар жипанца вот и это рис кантоны смотрите набрала себе десерт арбуз и кусочек аданаса это имбирь мой такой ядреный и вот такие две полосочки этого кунжута вкусняшка вообще как бы как называется антре ну закуска была вкусная суши и салат а второй вот это все что вот эти немы все такое отвратительное жирное ой мы сюда ходим раз в два года ну этого достаточно вот так что мои фрукты надеюсь что хоть арбуз будет вкусный смотрите морис морис взял тарта у ситрон чипанца это белок взбитый там такой крем англеза девочки ну вот и смотрите вот сколько насобирала чашечку вы знаете ничего я с ней делать не буду я просто возьму и съем подкреплю здоровье ну может половину заморожу или оставлю завтра на коктейль ну короче я просто ее съем всем пока до скорой встречи на канале дорогие мои до скорой Субтитры подогнал «Симон»